Здравствуйте! Меня зовут Давид Шнейдеров, я киножурналист. Программа «Золотые лекции». Мы будем говорить с вами о том, чего почти не существует о российском кинобизнесе. Сдается мне, твой друг хочет обидеть нас. Я начну с анекдота. Собрались продюсеры нанимать на работу кинорежиссеров. Приходит американец, говорит, у меня есть «Оскар», у меня есть «Золотой глобус». Он говорит, сколько вы хотите за свою работу? Он говорит, 3 миллиона. Ему говорят, почему 3? Он говорит, себе, жене и погулять. Приходит француз, у меня «Канны», «Венеция», «Берлин». А вы сколько хотите? Он говорит, 4. Ему говорят, почему 4? Ну, себе, жене, подруге и погулять. Приходит русский. Ему говорят, расскажите о себе. Он говорит, а сколько я буду зарабатывать? Ему говорят, а сколько вы хотите? Он говорит, девять. Он говорит, почему девять? Он говорит, три вам, три мне, а на оставшиеся три я найму Бондарчука, потому что я снимать кино не умею. Иногда ощущение, что именно по этому анекдоту строится вся модель российского кинобизнеса. Чтобы начать съемки, мне нужно лишь финансирование. Немного денег, вот и все. Сколько, Макс? Миллион. Убейте. Я уже не говорю о том, что российский кинобизнес приносит миллиарды рублей убытка, что окупается в год примерно 5% снятых фильмов. Вопрос, как быть с национальным кинематографом. Вообще кино – это дорогое удовольствие. Кино – это, наверное, единственное зависимое искусство. Актеру ничего не нужно. Ни костюмы, ни сцены, ни, в общем, даже пьесы. Актер вышел и начал играть. Художнику ничего не нужно. Он взял мел и начал рисовать на асфальте. Скульптору нужно только долото, чтобы снять кино. Нужна камера, нужен оператор, нужны средства озвучивания, монтаж и многое-многое-многое другое. Все готово. Итак, звук. Есть. Камера. Готово. Итак, начинаем. Тишина. Сцена шестая, дубль первый. Кино – дело дорогое в производстве. Как же осуществляется финансирование кинематографа? Вообще, существуют две наиболее распространенные в мире модели. Модель американская. Существуют специальные фонды, банки, которые не работают ни с частными лицами, ни с корпоративными клиентами, которые занимаются только кинематографом. Эти банки и фонды решают вопросы о выделении денег кинематографистов. И в зависимости от перспективы они могут дать беспроцентный кредит, могут дать под небольшие проценты, могут дать, если это потенциальный блокбастер, под проценты побольше. А если это кино, которое претендует на мировую славу как искусство, могут даже компенсировать часть затрат кинематографистов. Я вижу, ты славный малый. Но я не нанимаю режиссеров, которые горят желанием рассказать историю про себя. Мне нужен опытный режиссер, который может снять фильм за четыре дня и принести мне прибыль. Прости. Система эта опробована десятилетиями, система эта откатана. В Америке практически каждый фильм окупается. Это правда. Не все фильмы окупаются в кинопрокате. Но, учитывая продажи на кабельные сети, интернет-платформы и прочее, практически фильмы окупаются. Плюс к этому в Америке есть система ребейтов, которую, кстати, пытаются внедрить в нашей стране, но пока, как бы сказать, вяло текущим. Ребейт. Это если вы снимаете на территории определенного штата, вам определенный процент затрат компенсируется. В США это от 5 до 40%. Но, в самом деле, если вы снимаете в штате, вы нанимаете местных людей, вы используете местную инфраструктуру, ваша группа живет в местных гостиницах, кормится в местных столах, вы же не нанимаете, не везете с собой водителей, и так далее, и так далее. Вы вносите, вкладываете деньги в экономику штата. И штат возвращает вам эти деньги. Не возвращает деньги в штате Калифорния, который золотой штат, а наибольший ребейт в штате Луизиана, где доходит до 40%. То есть вы по окончании съемочного периода предоставляете свои финансовые отчеты. Сколько денег вы потратили на территории штата данного, где проходили съемки. И компания вам, и штат, власти штата компенсируют вам эти деньги. За последний финансовый год 17,5% ваших фондов составляет внешний бюджетный долг. 8% в ценных бумагах, 9% выносим, делим на валовый национальный продукт. К счастью, похоронные венки подлежат вычету. Эта система работает. Но тут надо понимать, что в Америке снимают порядка 900 фильмов в год, из которых по закону больших чисел, наверное, порядка 600 полной дряни. Вот полной конченной дряни. Чудовищная безвкусица фильма сравнится разве что с бездарностью его режиссуры. Единственный плюс этого фильма через полтора часа он кончается. Это хорошая рецензия. Конечно, им понравился финал. Наверное, порядка 200 посредственных, 50 хороших и с десяток, а то и меньше, великих. При таком количестве фильмов, которые снимаются в год, американская киноиндустрия чувствует себя довольно спокойно. Забавно, что американская киноиндустрия находится на третьем месте в мире по количеству производимых фильмов. На втором месте Болливуд, индийский кинематограф. А на первом месте, вы сейчас удивитесь, на первом месте Нигерия, где снимают порядка 2000 фильмов в год. Правда, они крайне малобюджетные. В основном это боевики или триллеры. И, естественно, существуют исключительно для собственного потребления. Тем не менее, 2000 фильмов в год это очень и очень приличная цифра. Забавно, что многие в нашей стране неправильно толкуют понятие слова блокбастер, понимая его как фильм, на который потрачено много денег. Вовсе нет. Блокбастер – это кино, которое собрало в прокате много денег. Например, фильм «И грянул гром» с бюджетом почти 100 миллионов долларов. Провалился напрочь в прокате и блокбастером не является. Боже, что именно вы изменили? Мы не знаем, он наступил на бабочку. А «Ведьма из Блэр» с бюджетом в 70 тысяч долларов, тысяч долларов, и собравшая около полумиллиарда долларов, безусловный, совершенно точный, фантастический блокбастер. «Там что-то есть». «Нет!» «Нашли!» «Это не твоя сестра! Это невозможно!» «Скорее!» «Стать в угол!» «И смотри!» Поэтому, когда вы слышите по радио или видите рекламу на телевидении, где вам говорят, главный блокбастер этой осени вам вешают лапшу на уши. «Нет, Бог!» «Нет, Бог! Пожалуйста, нет!» «Нет!» 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 Блокбастером фильм становится после проката, а не до. Все просто. Вот примерно так выглядит американская система кинопроизводства. Я, безусловно, сильно упрощаю, все сложнее, потому что есть частные инвесторы, есть привлеченные деньги. Самое главное, на мой взгляд, американский кинематограф – это гигантский маховик, который раскручен, и он практически не дает сбоев. Он настолько тяжел и настолько с ураганной скоростью крутится, что сейчас, правда, сильно на хвост кинематографа наступили цифровые платформы. HBO, Netflix. «Будь то гонки в Индианаполисе или поездка по городу, только новые тайнеры». «Милая, я дома». «Отлично». Что происходит? Я, когда был в Лос-Анджелесе, я обратил внимание, вот я был два года подряд, на соотношение наружной рекламы фильмов и сериалов. Если еще три года назад соотношение было примерно 8 к 2 в пользу фильмов, то уже год назад соотношение было 2 к 8. Два фильма на 8 сериалов. «Ну, над чем работаете? Очередной безысходный фильм?» Сериалы начали снимать все. Вуди Аллен снимает сериал. Великий продюсер Джерри Брукхаймер продюсирует сериалы. Стивен Спилберг, Том Хэнкс и прочее, прочее. Начали снимать сериалы. Почему? Все просто. Во-первых, у вас в кино есть абсолютно жесткий хронометраж. Не каждый человек высидит 3,5 часа в кинотеатре. Можешь сойти с ума. Потом, в любом случае, этот хронометраж ограничен. Жесточайшая конкуренция. Вы выпускаете фильмы в прокат, я выпускаю. Вы должны эти фильмы разбросать, чтобы они не составляли друг другу конкуренцию. На телеке все проще. У меня есть как минимум, если это мини-сериал, от 4 до 8 часов, где я могу позволить себе развернуться. На телевидении нет такой конкуренции в плане выхода в прокат. Вы не смогли посмотреть сериал в это время, смотрите в другое. Вы можете любую программу смотреть в любой день и в любое время. Релли говорит, что ты на 6 часов запираешься здесь, смотришь телевизор и мокнешь в ванне. Сомневаюсь. По-моему, это вредит здоровью. К тому же, небезопасно ставить электроприбор на край ванны. Я привязала его к радиатору. Плюс на телеке нет такого жесткого диктата продюсерского. Монтажного, сценарного. У режиссеров есть возможность больше раскрывать сюжет, больше прорабатывать образы. Тут же возникли скандалы. Например, в прошлом году был страшный скандал вокруг фильма «Ирландец» Мартина Скорсези. Фрэнк Ширан, я правильно произношу? Да, все правильно. На основании контракта управление может уволить водителя лишь за особые проступки. У вас есть опоздание на работу? Нет. Нарушение дорожных правил? Нет. Пьянство за рулем? Нет. Драки, нападения? На работе? Да. Нет, не думаю. Значит, нам не о чем волноваться. Платформа Netflix решила выдвинуть фильм на Оскар в номинации «Лучший фильм». На что ассоциация американских владельцев кинотеатров заявила решительный протест и сказала, что номинацию на Оскар Оскар – это все-таки кинопремия. И в этой номинации могут быть представлены только фильмы, которые шли в кинопрокате, а не на экране телевизора. И Netflix, надо сказать, проиграла, было вынуждено выпустить почти четырехчасовой фильм в ограниченный кинопрокат, но тем самым получила возможность номинироваться на главную кинематографическую премию. Сейчас в условиях пандемии эта конкуренция стала еще жестче, и многие студии заявляют о том, что они выпускают фильмы одновременно в кинотеатрах и одновременно на платформах, потому что посещаемость кинотеатров катастрофически упала. В России, вы знаете, ограничено 25% заполняемость кинозала. И мне это странно, понимаете, если так ограничивать посещаемость, а из каких денег платить за аренду, оплату всему обслуживающему персоналу, за воду, за электричество, охране и прочее, ведь владелец кинотеатра должен всем сохранить зарплату в полном объеме 100%. Арендаторы не собираются снижать цены за аренду. В общем, ситуация, на самом деле, близка к катастрофе, и председатель агентства российских кинотеатров Олег Березин вообще говорит о грядущем коллапсе всей кинотеатральной системы, если государство не поможет и не выделит деньги. Денли, клянусь честью, я разорен. Плачу два раза в день. Первый раз вечером, когда смотрю фильмы, второй раз утром, когда подсчитываю убытки. Иная система оплаты кинопроизводства в Европе. На мой взгляд, лучшую систему придумали во Франции. Мне кажется, что эта система идеальна, которая бы идеально подошла для нашей страны при условии исчезновения фактора 3 вам. Во Франции после Второй мировой войны существовало квотирование американского кино, где количество американских фильмов, вышедших в прокат, было ограничено. Прошло 5 лет. Всего 5. И в начале 50-х годов Франция отменяет все ограничения по американскому кинематографу с формулировкой, что квотирование кино угрожает существованию французского кинематографа вообще. Все ограничения снимаются. Французская идея заключается в простом слогане. За производство кино платит тот, кто его смотрит. «Два билета на дневной сеанс для меня и моей скво». Идея действительно проста. С каждого кинобилета, проданного в кинотеатре Парижа, Версаля, Монтелье, где угодно. 11% идет в фонд поддержки национального кинематографа. Теперь представьте себе. Общий бокс-офис в России, я не беру пандемический год, составлял порядка 1 миллиарда долларов. 11% от этой суммы это более 100 миллионов долларов. 100 миллионов долларов. Или около 70 миллиардов рублей. Такие цифры нашим кинематографистам, такие цифры поддержки даже не снились. Но это еще не все. Каждый телеканал, показывающий кино, обязан платить вмененный налог. Показывающий кино. Если, например, вы владелец телеканала, и вы не показываете кино, сериалы – это ваше собственное производство, сериалы не в счет. Если вы покупаете только программы, шоу, сериалы и все, вы налог не платите. Если вы показываете кино, ведь для того, чтобы показать кино, собственно, нужно заплатить деньги правообладателю и вставить диск в компьютер, нашпиговав его рекламой. Это очень легко. Создать сериал труднее. Это вы обеспечиваете людей работой, платят налоги. Это креатив. Создать шоу – еще сложнее рейтинг. Поэтому они приняли решение, что большие каналы, которые показывают кино, платят 1,9% от оборота. Не от прибыли, а от оборота. Маленькие каналы платят 2,3% от оборота. И во Франции существует одна, на мой взгляд, роскошная ограничительная мера. Ни один фильм, ни в одном кинотеатре Франции не может показываться одновременно больше, чем в трех залах. Представьте себе кинотеатр «Каро-22». 22 зала. Сколько блокбастеров одновременно идет? Ну, три. Три – максимум. Трижды три – девять. Двадцать два минус девять. Тринадцать. Тринадцать залов нужно. Не просто найти кино, а нужно суметь привлечь зрителей. У нас там Лазарский вокзал в Париже. Быстрее прекратите борьбу. Что вы делаете? Куда вы бежите? Друзья мои, это совсем не страшно. Диана, совсем не страшно. Иначе, собственно, владелец разорится и пойдет по миру. Потому что он разорится на оплате помещения, сотрудников и прочее, прочее. Поэтому во Франции можно увидеть японское, индийское, китайское, итальянское, немецкое, русское кинофильм из Вягинцева собирали во Франции больше денег, чем в России. Во Франции, во Франции собирали больше денег, чем в России. Благодаря продуманнейшей системе работы со зрителями есть фонды, поддерживающие азиатское кино, фонды, поддерживающие кино развивающихся стран. И прочее, их очень много, которые поставляют на французский рынок кино. А владельцы кинотеатров должны обязательно работать со зрителями. Кстати, существуют определенные льготы во Франции на билеты. Эти льготы дают муниципальные кинотеатры. Но что интересно, что эти льготы распространяются на все фильмы. Там нет протекционистской политики по отношению к национальному кино. Льготы на американские, на французские, на русские. И вот из этой гигантской суммы, которую сформировали 11 центов, 11 процентов с каждого билета, налоги с телеканалов, эта сумма гигантская. Эта сумма, у каждого кинематографиста есть некий кусочек этой суммы, которую он тратит. Получил прибыль, молодец, не получил, исчерпался твой кусочек. Значит, подавай заявку и жди следующего года, когда тебе опять выделят деньги. За счет этого, я абсолютно уверен, за счет этого французское кино на раз бьет во французском прокате «Американские картины». В свое время фильм «Красавица и чудовище» с Винсаном Касселем Ильясом Иду, известная всем детская сказка, побила все американские блокбастеры во французском прокате. Потому что французы любят, умеют и знают, как работать со зрителями. «Я вручаю вам свою жизнь взамен батюшкиной». «Не вздумайте убежать отсюда. Лес не выпустит вас». «Чей это замок?» «Замок, и все в нем мое». «Вы отвечаете, как все мужчины. Я разочарована». «Что вы обо мне знаете?» «Ничего». «Вам спокойнее никогда не думать о прошлом». «Вы правы. Я хотел бы забыть об этом». Что происходит в России? В России все трудно. Достаточно повесить афишу, на которой стоит баба с флагом и написано внизу «Коламбия». Этот фильм, собственно, в рекламе больше не нуждается. Достаточно написать «Марвел», фильм в рекламе не нуждается. Достаточно писать «Сони», фильм в рекламе не нуждается. Русское кино, к сожалению, товар штучный. Причем забавно, что и авторское кино – товар штучный. И блокбастеры – товар штучный. Потому что такие картинки, как текст… «Телефон – это и есть ты». «Все почти за грамм. Качество какой из каблера». «Тот, кто получит твой телефон, станет тобой. Когда заметят, будет уже слишком поздно». «Или как холоп» выходит крайне мало, хотя в Америке такие корзины выходят примерно раз в месяц. «Перебухал, что ли?» «Вы что такие, а? Где ваши смартфоны? Где самолеты, машины? Россия управляет, давайте все хором! Владимир!» «Александр Николаевич!» «Какой еще Александр Николаевич?» «Царя-батюшка-то не трогай! Олег сейчас девятнадцатый!» «Мы целую деревню за лютые деньги настроили. Камера везде, по всему углам толпу актеров согнали. «Казненные, прекратите ерзать!» «Если он узнает, что это все разыграно, он вас найдет и убьет». «Ромашек быть не может!» «У нас они по пальцам. И проблема русского кино, на мой взгляд, кинематурга во всем мире делится на три неравные части. Две части небольшие. Это коммерческое блокбастерное кино и кино артхаусное. Кино для подготовленной аудитории. И той, и тот, и тот кинематограф занимает сравнительно небольшие ниши в тех же Соединенных Штатах или во Франции. Основную массу составляет так называемый мейнстрим. «Твоя фамилия в титрах. Есть же элементарный стыд. Ты же талантливый парень. Твоя короткометражка в Сан-Себастье не победила. Ты променял свой талант на бабло. Ты же врешь сам себе. Художника в себе убиваешь». То есть фильмы, на которых не так много потрачено, которые не так много собирают. Но это кино для людей. Для людей сходить. Кино entertainment. Когда человек может прийти в кинотеатр, расслабиться. И это кино, которое не остается в аналах мировой культуры. Это просто кино, которое снимают для ежедневного потребления. Конец. 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 Вот в России, к сожалению, этот кинематограф практически отсутствует. И если наше артхаусное кино реально признано во всем мире, регулярно получает призы на лучших международных кинофестивалях, коммерческое наше кино не обсуждается. Потому что... Потому что... Потому что это в лучшем случае достаточно странные потуги на кальку с американских кинофильмов. Достаточно рассмотреть фильмы «Спутник», «Параграф 78» и прочее, прочее. Просто иногда ощущение, что их покадрово украли. Вторжение, притяжение, все. Ну, надо понять, что любую фантастику с бюджетом 100 миллионов долларов снимут гораздо лучше, чем с бюджетом 100 миллионов рублей. Что сейчас? Кто знает? Что сейчас в прокате? А все потенциальные русские блокбастеры провалились. В общем, как писал Шекспир, неладно что-то в датском королевстве, но я надеюсь, что пандемия закончится, российский кинематограф вернется на свои места, а мы с вами будем ждать хорошего кино. Я надеюсь, что это не последняя наша с вами встреча. Я желаю вам, берегите себя, берегите себя, смотрите кино. Меня зовут Давид Шнейдеров, я киножурналист. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok